Всем привет! С вами Руслан Халецкий. Дмитрий Крылов. Да, да, да. Итак, вы задавали ваши вопросы, сейчас Дмитрий на них ответит. Итак, поехали. Вопрос номер один. Как тренироваться на ПКТ? Снижать нагрузку, стараться удерживать силовые результаты, пытаться прогрессировать в них. Вот мой взгляд на этот вопрос. Ну, однозначно можно сказать так, после завершения любой терапии, медицинской, назовем это так, да, существует период, когда по инерции еще какой-то период времени все можно держать, держать показатели. Назовем этот период около трех недель. То есть после завершения три недели вполне можно тренироваться в таком же режиме абсолютно и даже повышать показатели и так далее. Но потом наступает состояние отката, то есть когда гормональные фармы начинают меняться, уровень тестостерона начинает падать, и в этот период организм, конечно, не способен воспринять прямогрузку, которая была. Я рекомендую, если, допустим, вы занимались четыре раза в неделю, то количество тренировок ограничено, да, трех раз в неделю, продолжительность ограничено до сорока. Пытаться в этот период поднимать разовые веса, ставьте рекорды, совершенно необходимости нет, потому что вы просто травмируете с вами завязки. И, наверное, скажем так, заниматься надо со средними весами интенсивно, на, скажем, большое число повторений, и в этот период желательно дать организму как раз немножечко отдохнуть. То есть рекомендуем отправляться в три года, в большом весе сократить продолжительность тренировки, не убивать организм, потому что ничего, кроме тренировок, было период годовым, щадящим режимом, не запастись терпением, чтобы форма улучшится. По-другому быть не может навануть, поверьте, а вы все вернете даже большим плюсом. Так что на вопрос, надо ли там удержать этот вес, пытаться, знаете, часто бывает вес падает, это тоже нормально, бывает спад несколько килограмм, то есть и бояться этого не надо. Потому что если вы будете это держать, то, скорее всего, держите именно жир. Поэтому, да, поэтому, да, лучше немножечко сбросить, чтобы потом компенсировать все назад. Скажи, вот как в трехнедельный период, а в условиях, знаете, длиной эфиров, все-таки, может быть, более длинных эфиров, может, дольше этот период, практически на короткий период в этот момент? Ну да, это такое общее такое, то есть здесь зависит уже непосредственно от того, что применялось, как говорится, но, скажем, три недели такой срок универсальный, при коротких и при длинах однозначно это сработает. Потому что, ну, в принципе, нам я все равно не рекомендовал более четырех недель, и, скажем, две недели даже, если эфиры были короткие, как бы на этот период, тогда еще можно продолжить еще на одну неделю, потому что получилось еще один день. Три недели еще был Суперменов. Да, да, это можно, так скажем, назвать. Таких периодов Суперменов. Хорошо. Скажи, пожалуйста, следующий вопрос по этой же теме. Человек спрашивает про первую пробу игроку, первый конкурс. Твои рекомендации, когда стоит попробовать, в результатах? Так скажем, вообще, часто ошибка новичков. Человек приходит в зал, имеет ничего, ничего из себя не представляет физически, внешне, не спрашивает, кто же интересуется, собственно, старших опытных товарищей, а, собственно, может быть, мне сейчас уже что-то такое, скажем, начать, что-то такое сделать дополнительно к моим тренировкам и так далее. Ребята, для начала, если вы только пришли в зал, мой совет, где-то первый год развивайте собственный потенциал. Увеличивайте силовую базу за счет собственного ресурса. Старайтесь научиться просто регулярно ходить в зал. Поставьте технику упражнений, научитесь делать все правильно, научитесь соблюдать рацион, то есть завтрак, обед, ужин и так далее. То есть за первый год вам нужно научиться просто жить, как живут спортсмены. Потому что у нас все полетапно и, скажем, да, применение однозначно улучшает результаты и так далее, но это следующий этап. Поэтому, прежде всего, задумайтесь, а готовы ли вы вообще с точки зрения вас самих усложнить что-то, достигли ли вы всего, что можете достичь, за счет собственных ресурсов. И если вы в этом не уверены, то пока еще, как говорится, поднатаскайтесь. Поднатаскайтесь для того, чтобы результат у вас, как говорится, был значительно лучше. Потому что, бывает, человек что-то там начинает, у него выясняется, нет времени стабильно ходить в зал, нет времени питаться, он жалуется, что нет показателя прироста, ничего не меняется. Разумеется, что это очень ответственный, серьезный шаг. И начинать его надо, есть только уверенность, что несколько месяцев, пока вы будете, соответственно, тренироваться, у вас будет на все время. То есть, наверное, вот это самое главное, что я бы хотел порекомендовать. Так, не пробуйте заниматься серьезно, если вы физически не можете это позволить. Потом, опять же, очень много зависит от того специалиста, со которого вы работаете. Люди по-разному смотрят на вещи. То есть, бывает, что с самого начала у новичка есть какое-то немыслимое количество препаратов, какие-то немыслимые дозировки. То есть, я категорически против этого. Вообще, на самом деле, у нас есть достаточно много врачей, которые очень хорошо в этом разбираются. Ну вот, и может быть, даже, я советую для начала, знать анализы, посмотреть, все ли у вас хорошо с гормональными фонами, есть ли у вас каких-то отклонений, потому что, ну, на самом деле, эффективность напрямую зависит непосредственно от вашего здоровья. Если с гормональными фонами все в порядке, и врач вам дает добро, то начнется с тех прожиточных медицинских минимумов, которые, как правило, обусловлены именно медицинскими значениями. Теометические дозы. Совершенно верно. Причем они работают очень хорошо на первом периоде, а перед первым периодом даже в течение года, скажем, при двух месяцах, допустим, применении, вот последующих двух месяцев отдыха, даже можно вот в таком интервале, два-три месяца отдыха может зависеть непосредственно от прироста человека. Это все прекрасно работает, то есть не надо пытаться, там, повышать, скажем, дозировку, увеличивать количество. 365 дней на минимумах вы можете прогрессировать. Если вы будете правильно питаться, то четко заниматься, делать все верно. Отлично. А вот такой вопрос очень, говорит Тоня, не смотри какой, сейчас высоты твоих знаний, твоего опыта, да, если бы отмотать время назад, какой был твой самый первый курс? Что бы ты попробовал? Все, что ты знаешь, объединив для себя, да? Ты пришел себе в прошлом, сгадал на вот эту, попробуй, так будет правильно. Ну это было для себя лично, но не рекомендации для людей, что бы ты себе тогда представил? Ну скажем, грубо, грубо, инъекцию в препарах, типа, в суставах или в антрах, раз в силу. Ну я думаю, что вот, скажу, что-то я буду доволен. Если я как-то представить, по размышлению, я буду доволен. Ну вот, поэтому первое, с чего бы начало, надо было бы вот так. Интересно. Теперь, следующее. Вопрос такой, тема такая. Есть теория, что полное восстановление мышцы происходит 48 часов. Сейчас спрашиваю, можно ли, основываясь на этом заключении, тренироваться в фулл баве, полную промокустью тела раз в 48 часов при тренировке. И будет давать хороший рост, прогресс именно в плане бодибилдинга? Думаю, нет. Ну, прежде всего, наверное, скажем так. Да, существует понятие 48 часов, промоке 72 часа и так далее. То есть, ну вообще, за мной просто вот период работы в этой сфере, я могу сказать, люди отличаются кардинально. И, несмотря на это общее понятие, ну, примерно так же, как при росте там, допустим, 178, нужно весить 80 кг. То есть, это же опыт, например, не всем подходит. Есть люди, которые восстанавливаются мгновенно. То есть, они приходят через, там, скажем, день заниматься дальше, они чувствуют себя великолепно, и они готовы чуть ли не ту же самую мышечную группу прорабатывать, прогрессировать очень быстро, отменные процессы. Есть люди, которые очень тяжелые, ну, подвигом они бывают после тренировки, неделю себя чувствуют очень плохо, у них все бомит. То есть, здесь тренер-тагист, да, на таком уровне, это даже, кстати, бывает при минимальных нагрузках, то есть, человек может сделать три подхода приседания на кончике, придя, там, первый раз в зал по 20 повторений, уйти на неделю и потом не вернуться, потому что он вообще не может ходить. Поэтому, вот, от уровня, наверное, подготовленности, от вашей генетики напрямую зависит то, сколько вам отдыхать. Но бодибилинг – это, прежде всего, скажем, такое направление, в котором необходимо внимательно уделять время каждой мышечной группе. То есть, если вы по чуть-чуть делаете все, все время, наверное, какого-то развития вы добьетесь, и что-то, конечно, вам, может быть, будет нравиться, но от соревновательного, скажем, спортсмена вы однозначно будете отличаться. Потому что, ну, не мной, а уже давно придумано, что тренировка, которая длится там в районе часа, должна быть посвящена одной-двумышечным группам, после чего следует отдых и так далее. Поэтому я против того, чтобы человек за одну тренировку все проломатывал, потому что эффективность будет крайне низкая. И также фаза восстановления должна быть подобрана личным вами. По собственным ощущениям, это о том, о чем я говорил в начале, набирайтесь опыта, учитесь себя чувствовать. То есть, если вы потренировались, и вы реально ощущаете перетерированность, усталость, возьмите день-два отдыха. Если вы готовы пойти в зал, я думаю, что вы идете в зал и тренируетесь дальше. Единственное, у новичков часто существует такой фактор, эмоциональная такая возбужденность, когда человеку хочется заниматься каждый день по три часа, не вылезать из зала, после чего человек через месяц уходит навсегда, потому что он перетренировался, скорее не качковый момент в определенном смысле. Я рекомендую все-таки тренироваться, даже если вам этого очень хочется, но вы занимаетесь совсем недавно, максимум по часу и максимум четыре раза в неделю. То есть, это будет какой-то такой показатель для того, что вы не перетренируетесь. Дальше, конечно, уже зависит от человека. Но если вы после моего рассказа побежите заниматься два часа каждый день на протяжении недели, то я скажу сразу, я такого не сойдет. Скажи, вопрос следующий. Человек очень плохо себя чувствует при отсутствии сладкого в рационе. То есть, именно сладкого. У него плохое настроение, угнетенное, у него разочарование. И он говорит, что надо, больно, темно, холодно, ему плохо. И он пишет, ну хрен бы с этими чувствами. Ед держать нужно. Но реально не работают мозги. Как помочь ему в этой ситуации? Ну, на самом деле, тема сахаров, это особая тема. Я могу сказать, что я вообще резкий противник всего сладкого. То есть, я сахара не люблю, не употребляю и другим не советую, потому что они вызывают различного рода изменения в лучшую сторону в организме. То есть, у нас, наверное, тугопластный целлюлитный жир образуется в организме именно за счет сахара, а не за счет жирной пищи. Отказаться от сахара крайне сложно, если вы его всю жизнь ели. У меня были ситуации, когда при составлении диеты людей болели головой. По полмесяца бывало, когда тянет что-то, резкое состояние депрессии. Наверное, скажем, это сложнее, чем бросить курить. Отказаться от сладкой пищи, которая вам очень нравилась. И здесь, ну скажем, не каждый, может быть, сможет это сделать. Как и не каждый сможет бросить курить. Так и не каждый сможет отказаться от сладкого. А не потихаря после тренировки шоколадочка, порядка с долгом. Может быть, да. Но на самом деле советую еще запасить терпением, потому что организм привыкает ко всему. Период может быть долгий, может быть даже полгода. Придется вот так вот терпеть, но в одном потихонечку смириться с этим. Потому что сейчас просто на уровне нервной системы он хочет что-то сладкое, да. Если вообще никак не получается, то, конечно, какой-то процент сахара ему вообще просто, скажем, придется оставить. Но в разумных пределах, то есть чуть что-то подсвачивая, склоняйтесь, наверное, скажем, в пользу фруктозы, в пользу каких-то аналогов, в пользу сахарозаменителей и так далее. То есть рекомендую еще потерпеть. И может быть, все получится, потому что это действительно сложно. Скажи, это больше физиологическая зависимость или психологическая? Психологическая. То есть сугубо, да? Да. У нас в основном на 90% зависимость психологическая. Когда организм что-то привык получать, он не получает, он всеми фибрами будет требовать это назад. И тут нужно проявить характер, сжать хулаки, ему сказать «нет» и говорить «да» несколько месяцев. То есть это нормальная ситуация. Ясно. У нас такой вопрос, вы понимаете, очень тонко друг за другом выстраиваются. Теперь вопрос такой. Опять же касается питания. Человек уже смотрел твои видео, рассказы твои, очень заинтересовался таким моментом, да? То есть на его взгляд, что такого здоровенного дядьки ты кушаешь очень мало, на его взгляд. Пожалуйста, расскажи сейчас, там, вкратце, да, смотришь что? На данный момент, да, после соревнований, да? И почему на самом деле ты не такое огромное количество пищи потребляешь? Ну, скажем, все от мастина. Я все-таки не могу сказать, что я ем прямо таким мало. Где-то больше, чем школьница. Ну, я ем больше, чем школьница. Даже, может, больше, чем школьник. Ну, то есть, на самом деле, ну, скажем, в период, когда у нас, ну, заметно, межсезонье я набираю массу, я съедаю на момент около, может быть, ну, скажем, 300-300 грамм сухой рисовой крупы в день, добавляем ко всему этому, там, чашку овсянки, ну, вот, я имею в виду тоже сухой крупы, добавляем к этим гейнер, зачастую бывает, когда заложу себе его на косновательную много, ну, вот, это, наверное, что касается углевода, да? То есть, где-то около килограмма куриного мяса, ну, около десятка яиц, ну, творог бывает, добавляю по настроению. Вы знаете, вот, в своем ролике, как я вам показывал рацион своего питания, это касается, скажем, уже фазы, которая была перед самой подготовкой к соревнованию. То есть, там рассказывал, как я, ну, на массе питаюсь, и перед самим соревнованием, это касалось периода, когда вот прямо вот мне уже надо было начинать что-то ужесточать. В принципе, я могу, ну, скажем, под настроение еще дополнительно выпить порцию протеина, могу под настроение еще дополнительно выпить порцию гейнера, ко всему, что я сейчас сказал. Могу дополнительно съесть там пачку творога, очень даже легко. Поэтому, в целом, в межсезонье у меня набегает, ну, достаточно, я не замерял количество калорий, но я думаю, что в рамене, может быть, там, тысяч, может быть, там, четырех с половиной, наверное, у меня точно набирается. Если брать период подготовки к соревнованиям, то у меня такие обменные процессы, которые требуют по чуть-чуть принимать еду достаточно регулярно в течение дня. То есть, да, я все резко ограничу, я почти ем углеводы. То есть, у меня бывают периоды, когда я не принимаю углеводы вообще. И, что касается белка, то, ну, скажем, там, вместо куры я могу есть в этот период, там, килограмм рливы, а яйца ограничены в пяти, в рательских вообще в белке. Но, наверное, да, период, когда действительно ем углеводы, он того требует. Это приводит все в таком катаболизме, что у меня начинает распадаться резко жировая ткань. То есть, появляется деталировка качества. То есть, в этот период, да, я ем крайне мало. Но, если взять, например, ну, скажем, мой рацион сейчас, вот мы с вами с вами разговариваем. Вот сейчас я вешу около 114 кг, ну, скажем, тренируюсь в среднем режиме, потому что в октябре были соревнования, и до января я как-то такой организм упал на большой отдых от больших весов, нагрузок. То есть, я сейчас просто, скажем, поддерживающий режим. Я просыпаюсь утра, съедаю пять яиц с желтком, тарелка овсянки с добавлением, кстати, вашего протеина. То есть, я прямо во всякую кашу черпак протеинов, все, и смешно, вся шоколадная каша еще, знаете, сладенькая. Сладенькая, сладенькая. Сладенькая очень вкусная. Да, ровно сладкая. Совершенно, наверное, это один из вариантов, как вы можете попытаться обмануть свой организм. Ну, вот, после этого я приезжаю домой, я съедаю сразу два пакета риса по 60 г с добавлением помидорово-буречного салата. То есть, я рис, ну, едем в салат, ложусь в часок отдохнуть, просыпаюсь, и сейчас я решил отдохнуть от грудок, может быть, это не совсем верно, но я переключился на куриные окорока. Ну, просто тушу куриные окорока и съедаю, скажем, по настроению от двух до трех окорок. Заразно. Тачков не могу найти в продаже, приходится именно на каракане верить. Ну, значит, где-то три куриных окорока я съедаю, приезжаю в зал, работаю, значит, после чего я съедаю еще пакет риса, и на ночь я съедаю еще, скажем, три куриных окорока. Это вот буквально как я ем сейчас. В дни, когда я тренируюсь, после тренировки, разумеется, я съедаю порцию протеина. То есть, сейчас я геймер не ем, потому что я просто могу оттечь. Вот, наверное, вот такие, считайте сами, мало это или много, то есть, как бы, здесь очень относительно, да, есть люди, которые там килограмм риса за раз едают, два килограмма грудок, скажу так, я сейчас только просто не ищу, но вот, но в целом, наверное, по меркам людей, которые выступают, я нормально абсолютно, все, например, набирают те же самые колонны. Да, отлично. Следующий вопрос. Он более такой узкий, то есть, человек спрашивает такое, он тренируется один, без партнеров, заливочных, кого нет, спрашивает, как ему тренировать грудь одному, какими упражнениями, лучше в каком порядке их построить. Но я немного расширю вопрос, как вообще человеку тренироваться, если тренируется один, какие упражнения, стоит ли ему пытаться лезть на большие веса? Так, твой взгляд. Первый момент, который тут тоже нужно уточнить, был такой, восьмикратный мистер Олимпий, его звали Лиханэй, он говорил своему интервенту, так, когда вы приходите в тренажерный зал и начинаете заниматься, то вам потребуется человек, который будет страховать вас в подходах и являться вашим партнером на тренировке. Но он говорит, я занимаюсь много лет, и мне такой человек, в принципе, не нужен. Поэтому, опять же, здесь зависит от опыта, прежде всего. То есть, есть спортсмены, которые благополучно делают даже самые опасные упражнения, и можно сказать, там, может быть, на раз они жмут, допустим, что они как груди лежат, но что-то около того они выполняют, и совершенно не боятся, что это предают, потому что у них за плечами 10 лет тренировок, и они знают, что делать. Есть категория людей, которые просто без напарника этим заниматься не могут, какой-то патологический страх, потому что прижмут штангу, то есть им нужен. Есть новички, которые мне задают вопрос, вот как мне там, что накачать, и когда я ему задаю вопрос, что у тебя есть, у меня в зале ничего не было. То есть, здесь, опять же, от оборудования многое зависит. Потому что, если вы занимаетесь в крупном фитнес-центре, где есть все возможные тренажёры и так далее, это одна, скажем так, грань. Если вы занимаетесь какой-то там минимально оборудованной дворовой качалкой, где у вас только две гантели и штанги, это другой разговор. Но если грубо, то я рекомендую, вы пришли в зал, вы занимаетесь, вы занимаетесь самостоятельно, у вас нет опыта, у вас нет уверенности. Не делайте упражнения, в которых вас может, скажем так, придавить. То есть, если здесь существует альтернатива, вместо жима штанги сделать жим гантелей, лучше пожмите гантелей, потому что их, в крайнем случае, просто бросите на пол, со штанги вы можете лечь, она у вас будет лежать на груди, вы будете кричать «помогите», и, может быть, никто вам не поможет. Потом, конечно, рекомендую, скажем, не забывать про такие движения, как разводка. То есть, комбинируйте жимовые движения для груди с движениями, которые растягивают грудные мышцы. Обратите внимание, что вообще у вас есть в зале непосредственно для груди. Рекомендую не зацикливаться. Есть такая вот привычка, человек любит выполнять стандартно. Привычная трёхка – жим, штанги, лёжа, потом я делаю разводку с контейнами, потом, допустим, я в бабочке, посвожу вот так вот и всё. Импровизируйте. То есть, если мы берём с точки зрения бодибилдинга, у нас не ставится задача поднять, в первую очередь, там, большой вес, сколько максимально проработать мышцу под всевозможными углами. И поэтому здесь я рекомендую. Вот даже тот же, допустим, жим контейнера вы можете выполнять как в горизонтальном поле. На следующей трёхке попробуйте под небольшим углом. На следующей попробуйте скамейку поставить вниз головой. У вас из одного движения уже получается сразу дым. Достаточно безопасно. Потом, допустим, вы решили поделать разводку. Вы также можете поменять углы. Добавьте к этому, если у вас в бензале какие-то жимовые станки, поработайте у них, почувствуйте, где вам больше нравится. И также добавьте их, допустим, для разнообразия, там, в вашу тренировочную схему. Но я не рекомендую, опять же, тренировать грудь больше, чем, например, 20 лет. То есть, вот всё, что я вам рассказываю, необходимо в 20 минут уложить. И по истечении того срока вы должны переключиться на другую мышцу. Одним словом, выбирайте движение по безопасности. Усредните веса. Пока, если вы недавно пришли в зал, то, вот, скажем, выжимание, допустим, какого-то экстремального веса на раз часто не подходит новичку не с точки зрения выносливости мышц или их силы, а с точки зрения, часто, выносливости связок и суставов. Потому что они привыкают к нагрузкам гораздо менее дни. И бывает, человек уже что-то физически себя чувствует хорошо, но он начинает что-то выжимать на раз, он получает травмы вдруг с связки. Потому что связка ещё не готова. Запаситесь терпением, вы должны быть уверены, да? И, конечно, если есть возможность попросить вас подстраховать, не пренебрегайте этим. Уже бывает человек самостоятельно что-то делает. Ходят люди в зале, могут его помочь. Вверх его прижал, а он лежит, к нему бегут. Ну, собственно... Вот такие моменты, да? Отлично, спасибо большое. Теперь вопрос, ну, не знаю, я бы не ответил честно. Итак, хотели бы узнать твое мнение по системе тренинга МАКС ОТ, ПОЛА ДЕЛЯ Набор слов. Набор слов. Набор слов, к сожалению, наверное, ну, скажем, к сожалению, может и счастье. Я же не знаю, о чём речь, я не знаком с этой системой. Итак, мы его найдём, посмотрим и в следующем ролике, скажем своё мнение об этой системе. Да, на самом деле, я тоже люблю учить какие-то новые системы нам, да? То есть, я сейчас смотрю всякие видео, с такой не сталкивался. Ну, и с вами даже не тема... Я запишу вам, Руслан, название всего услышанного, и обязательно ознакомлюсь и скажу своё мнение. А какие вопросы? Ну и второй вопрос такой. По какому принципу стоит тренироваться спустя первый год тренировок? Считается ли человек уже ещё новичком или он уже в каком-то среднем этапе развития? Прошёл год, человек изучил технику, поставил её, вроде бы нормализовал режим. Ну что, как второй год можно начинать делать? Давай, Руслан, рассмотрим такой вариант. Человек, который этот год позанимался, действительно поставил технику, он уже уверен в себе. У него что-то там получается, уже какая-то силовая база. Бабушка говорит, что он по здоровой. Да, бабушка, друзья, и друзьям неприятно стало. Они спрашивают, что ты делаешь, это хороший зал, они начинают интересоваться. То есть, у парня есть прогресс. Не только по, скажем, весам, а в зеркалу и так далее. То есть, его замечают. Здесь, на самом деле, я, прежде всего, хочу посоветовать вам смотреть широко. То есть, есть люди, которым, ну скажем, просто визиты в спортзал для того, чтобы выглядеть хорошо, являются достаточно нервными, им большего не надо. Есть люди, которые через год вдруг начинают чесать голову и говорить, а можете попробовать выступить на соревнованиях, потому что, то есть, я чувствую, как у меня все растет. И здесь зависит от вашего таланта. То есть, если вы, занимаясь вот этот год, продолжайте расти, прогрессировать. То есть, у вас как бы, ну, прошел тот год, у вас все движется по схеме вверх. Я считаю, не надо ничего менять и просто продолжайте так же дальше заниматься, если вам все нравится. Если вдруг за этот год до чего-то достигнуть, вы попали в застой, то, возможно, наступил период для того, чтобы поменять тренировочную схему. Зачастую даже не пытаться поднять больший вес во что бы то ни стало, организм не готов. Ну, человек думает, вот я подниму на 10 кг больше и начну расти. Нифига подобного, получится травма или не более того. Попробуйте заменить упражнения, в которых вы работаете. Иногда даже кардинально можете поменять схему. Сделайте совершенно другие тренировки, там, для тех же грудных мышц. Опять оборудование в зале, да, то есть, желательно, чтобы оно было. Следующий момент, да, если вы почувствовали, что вы хотите, там, допустим, попробовать выступить на соревнованиях и так далее. Здесь, конечно, необходим опытный наставник. Но бывает такое часто, что человек, занимавшись в год, добавляет настолько много и хорошо, что он может попробовать, я не говорю, что стать чемпионом, но, скажем, побороться за призовую пятерку, там, на какой-нибудь там, в каком-нибудь чемпионате, в какой-нибудь категории, то есть, такое часто бывает. И не надо этого бояться, попробуйте и выступите на соревнованиях, но вам нужен, по-моему, опытный наставник, потому что делать в одиночку, скорее всего, вы ломаете дров. Вот здесь от ощущений, одним словом, можем подвести, да, итог зависит, все нравится, продолжайте, не нравится менять эти тренировочные схемы, не убирайте их в попытки поднять больше, а просто поменяйте схему тренировок. Если вы чувствуете, что вы хотите сделать следующий кардинальный шаг, не бойтесь всего и делать. Отлично. И теперь, как я обещал, вопрос лично от меня, да. Я родной классик. Я участвовала, очень достойную форму выставил. Расскажи, пожалуйста, как эту форму довести на самолете через океан? Потому что, ну, действительно, у меня же ребята, как они увидели, очень здорово, они готовятся, а по итогу места, ну, незаслуженно низкие. Потому что, что-то происходит с ними, то ли снеги в самолете, там, стихаря заставляют. Скажи, пожалуйста, что ты делал? Думал ли, да, об этом, да, то, что все-таки может это произойти при перелете, да, другая страна, другой микроклимат? Скажи, пожалуйста. Ну, могу сказать, такие общие свои наблюдения. Ну, скажем, специально, как-то там, расчетом своего полета и пребывания в Мадриде я не занимался. Четко сразу, ну, могу сказать, что нацелился там купить себе мультиварку, что я и сделал. Потому что надо не подготовить, не очень хотелось отсюда из России-то тащить. Ну, вот, я старался минимальный багаж какой-то взять с собой. Ну, вот, опять же, с учетом того, что там в изобилии магазины, ну, там очень хорошее качество продукции, цены. Ниже, чем у нас, например, на то же мясо. То есть там при наличии той же мультиварки можно вполне все готовить. Проблемы с едой как таковой не существовало. Вот на период перелета, который длился, наверное, часов, ну, шесть точно. То есть суммарно, потому что у меня был транзитный самолет, у себя в Берлине высаживался. Я взял с собой креветки в таком вентилированном контейнере, несколько, скажем, мешков креветок среднего размера, чищенных креветок среднего размера. Я заранее приготовил, сложил вот этот контейнер и по дороге в самолете. Я эти креветки ел, забивая небольшим количеством воды. И так, не могу сказать прямо там, ну, как часто, по настроению. То есть я чувствую, что проголодался, немного креветок поим. Удобная пища, например, когда не воняет, потому что когда человек открывает контейнер с грудками, в самолете зачастую его просят закрыть этот контейнер назад и выйти с самолета, да. То есть так, что я не люблю особенно возиться с рыбой. Хоть заскаливает в городе, еще что-то креветки, универсальная такая пища. Но главное, чтобы они были чище, они должны сидеть чистить в самолете. Это тоже не очень удобно. Вот это составляло мосту моего рациона, пока я летел. Ну, яблоки, зеленые яблоки, так же подъедал, но забивал это все водой. Ну вот, что еще происходит, когда вы выполняете долгий перелет? Когда вы приземляетесь на месте проведения соревнований уже доходясь, то период около десяти часов, это может быть двенадцать после приземления, ваши боли накапливают огромное количество жидкости. Потому что вот из-за всех этих изменений давления, когда вы выходите с самолета, у вас вместо очерченной длинни, с которыми вы улетели, скорее всего, будут ноги отекшие колобашки. Ну вот, которые, наверное, новичка просто шокирует, он будет не готов к такому. Это нормально. И что бы вы ни делали, в течение, скажем, ну, минимум, там, восьми часов, они будут такие. То есть я стараюсь, приехав, сразу растянуться, закинуть ноги повыше, то есть как бы стабилизировать вот этот свой водный баланс в организме. Ну вот, это нормально. И потому, наверное, я рекомендую, что если вы куда-то летите, собираетесь выступать, то прилетите чуть-чуть заранее, чтобы этот эффект, к моменту выхода на сцену, у вас уже ушел. И в противном случае просто вы проиграете, ну, как минимум, уровень те же, да. Ну вот, на взвешивание, кстати, я прилетел в тот же день, когда было взвешивание, потому что именно с такими слегка отекшими глинями я и попал. Но именно, что касается взвешивания, скажем, момент настолько принципиальный, там, внешне, сколько надо определить вес фарсмены, запомнить документальную часть. Поэтому, наверное, на взвешивание это было не криминально. Ну вот. Но потом к соревнованиям, конечно, я так, ну, скажем, встал, встал, встал лежать, расслаблял свои ноги, чтобы этот эффект ушел. То есть это однозначно тоже бывает. Поэтому прилетайте в семена чуть-чуть заранее. Будьте к такому готовы, да. Разумеется, психологический момент важен для многих. То есть с учетом, наверное, скажем, опыта, я выступаю достаточно давно, я не нервничаю. То есть зачастую бывает качество спортсмена зависит от состояния в мирной системе. Если он куда-то прилетает, это крупный чемпионат. Арнольд Классика, по сути, это практически чемпионат мира. Приезжают со всей планеты спортсмены. То есть у некоторых, кто, скажем, помоложе, я не знаю, менее стабилизированы психически, тот чувствует мандраж. Из-за этого может и пленка воды под кожей проявиться в общее состояние. Тонус, как бы, не в лучшую сторону сказаться. Поэтому старайтесь сохранять воюшку. Потому что вы все-таки не на бой едите, где вас могут увидеть, а все-таки у нас, конечно, вид спорта чуть-чуть в этом плане более приятный. Только плавки могут украсть, возьмите запасные, да. Поэтому рекомендую также стараться поменьше волноваться, насколько это возможно, потому что волнение – это враг. То есть старайтесь себя чувствовать спокойно. Сразу же по прилету рекомендую, так времени даром не теряя, понять, что и когда вы в какой момент съедите. Если надо, не тяните сразу, идите в магазин, надейте в магазин, все купите заранее. Ну вот, потому что, в принципе, даже в элементарном гостиничном номере, при наличии той же пароварки, которая у вас будет, вы приготовите себе все и всегда. Запаситесь водой таким образом, чтобы не пришлось там среди ночи бежать куда-то. То есть я постарался сразу несколько бутырей качественной воды купить, там, взял себе мясо тунца. Я про это тоже там в своих видеосюжетах рассказывал, что мне крайне понравилось. То есть это, несмотря на то, что рыба, качественное мясо, без костей все не очень нравилось. Ну и сохраняя, скажем, такое хладнокровое спокойствие, несмотря на то, что был первый раз, я вот так вот добрался до сцены. Ну, например, вот если сейчас поанализировать, то, скажем, на будущее я бы с собой взял еще какой-то коврик под стилку, потому что полтора часа до выхода на сцену, вы оказываетесь на бетонном полу за кулисами. Если вы с собой тупо такой коврик не возьмете, то вы будете сидеть, скажем так, просто в одних тренировочных, на бетоне вам будет очень комфортно. Поэтому на будущее у меня так и получилось. Ну вот, то есть как бы я возьму с собой коврик однозначно. Потом, ну тоже такой момент, когда ты сидишь на этом бетонном полу и наблюдаешь вокруг происходящее, что те, кто видимо приезжает на ней первый раз, активно что-то делают. Например, подгримировываются, накатывают для себя на масло дополнение, еще что-то. То есть я опять же масло, например, не взял. Когда я на все ел, так и подумаешь, в следующий раз я его возьму. Потому что необходимо вот как-то вот этого блеска добавлять. Свет везде разный. На вольт классик оказался свет такой, где масло тебя дополняет. Ну вот, поэтому как бы тоже такой был легкий минус. Я такую галочку себе поставил. Ну вот, и параллельно, конечно, чуть-чуть заранее, ну, наверное, я был в следующий раз, пошел не разогреваться. У меня были с собой резинки. Но если, допустим, на чемпионате северо-запад, как-то все предсказуемо, ты смотришь на выступления категории, и там более-менее ясно, когда ты выйдешь, на армурге нас стихийно попросили выйти на сцену. То есть именно так. То есть и получилось, что я еще в этих же самых тренировочных, там еще не раз где-то и вдруг услышал, что мы все устроимся. То есть начинаешь резко все себя скидывать, пытаться сжиматься, причем представьте, что все это не на русском языке, и категория не только твоя, все ходят вот так вот, народу очень много, этот выход нельзя пропустить. То есть чаще как-то делать ненужные движения в последнюю секунду, поэтому, наверное, в следующий раз приехал, взяв с собой коврик, масло и так далее, палатку. Палатку надо забью, там, чтобы ему было совсем комфортно. Да, пароварка будет рядом стоять, и что-то там не будет готовиться. Я еще буду разогреваться, чтобы вот так вот резко опять на сцену не выскакивать. Ну, наверное, вот за этими казусами других больше не было. То есть и опять же такие моменты, там все-таки свет такой очень неравномерный, от вас это не зависит, потому что вы встанете так, как вам скажут. Но будет здорово, если вы встанете под более удачный свет, конечно, но вот рекомендую всем. Не знаю, какой был у меня, но говорят, что качество ног было видно хуже, чем, например, качество верха, то есть как-то под лампу не подыгрывал, но, одним словом, свет на Арнольд классе, когда тоже момент удачи, он повезет, то есть к этому нужно быть готовым. Ну вот, так что, вот такие моменты, что касается перелета. А тещусь, которая надо быть готова с собой элементарно в контейнер, обязательно что-то должно быть по моменту перелета, вы должны рассчитать, опять же, учитывайте, чтобы вы не сидели там с жирными руками. Ну, жирными ведь не могут, но измалывали какими-то, да? Ну вот, и по прилету сразу же начинайте действовать, то есть положитесь там, сделайте все для себя комфортно, ну вот, и так далее. То есть, в остальном все получается тоже очень хорошо. А скажи, вот идеальный вариант, на твой взгляд, за сколько прилететь? Ты, получается, к развешиванию, да? Ты бы для себя предпочел, там, за два дня, за один день, где-то реакция, акклиматизация происходит, да? Ты слишком рано приедешь. Вот какой бы ты для себя будучи идеальный взял билет? Сколько бы приехать? Я бы приехал за два дня. То есть, допустим, если я летел бы в пятницу, то выступить бы я хотел бы в воскресенье. Допустим, пролетаю в пятницу с утра, проходит суббота, такая вот именно в духе релакса такого, и в пятницу, воскресенье, ну, скажем, желательно, наверное, все-таки не на ночь совсем углядеть, наверное, там, часов до семи, до шести, как бы, желательно выйти на сцену. Потому что это период, за которым с твоими мышцами ничего в худшую сторону не произойдет, даже если ты не будешь ездить вообще. Ну вот, то есть, они, может быть, конечно, как-то могут пострадать, но в целом форма остается очень хорошей. Ну вот, все вот эти вот негативные, последствия перелеты, скажем, где ты прилетаешь там за первый день за ночь, проведем в пятницу на субботу, за первую половину субботы, они все проходят, ты как-то успеваешь привыкнуть ко всему, все увидеть и так далее, и ты спокойно выступаешь на сцене. Все, что больше, ну, уже, скажем, не дай бог там что-то как-то не рассчитаешь с рационом, что-то как-то сделаешь некачественно с едой, это ты риск не давали, что-то подобное. То есть, ты можешь пострадать, потому что ты не заполучишь нужное число калорий, и наоборот съешь не так. Или не то. Записано так по-русски, да? Совершенно верно, можно ошибиться, взять семенину, но, соответственно, ты выйдешь с не очень хорошей формы на сцену. Поэтому, если в пятницу прилететь, в воскресенье выступать, это самый, наоборот, идеальный вариант. Вот так. Спасибо тебе огромное, мы были в клубе D-Атлетик, очень ветеринного владельца Дмитрия Крылова. Это я. Спасибо. Я думаю, что теперь ребята завалят вопросами, уже побольше будет список, и ты совсем сильно устанешь от нас. Что я могу сказать? Спрашивайте, задавайте ваши вопросы, насколько моих знаний хватает, моим взглядом я вам всегда все расскажу, объясню, очень приятно. Спасибо. Спасибо тебе. С вами Дмитрий Крылова. Со спортом мы всегда. Все.